Добрый день, уважаемые друзья! С вами комментатор Борис Стариков И мы ведем трансляцию с четвертьфинального матча Турнира второй категории ТВ в городе Ницке Сегодня 23 марта 2016 года, среда, время 10 часов 41 минута Первый сет выиграл словацкий спортсмен Якуб Катыш Второй сет выиграл представитель России Алибек Качмазов со счетом 6-4 В третьем сете 1-1 и подает словацкий спортсмен По 15 Итак, напоминаю, что это турнир второй категории ТВ В городе Ницке Покрытие жесткое Судейство ведется с четвертьфинала уже с судьями на вышке При этом нельзя сказать, что судейство безупречно 30-15 ведет словацкий спортсмен Складывается такое впечатление, что Техника передвижения словакского спортсмена С такой глубокой посадкой внизу Она с одной стороны дает контроль и мощность при выполнении газа С другой стороны предвставляет очень большие требования к энергетическим затратам То есть затраты сил при розыгрыше очка велики И очень большие требования к физической кондиции Но пока что халатский спортсмен с этим справляется У него большая подача Больше на подачу Но вот эти ошибки, которые начинают сыпаться Говорят о том, что он уже подсел И он ошибается уже со спока Потому что вот это вот подсаживается настолько низко под каждый матч Это достаточно сложная история У Алибека более высокая постановка ног Более сбалансированная техника И он не тратит столько много энергии на выполнение напряжения покупки Поэтому вот сейчас к третьему сету уже сказывается определенное преимущество Алибека И вот эти вот ошибки со спока, которые посыпались у салатского спортсмена Как раз об этом говорят, что физика подсела и он уже в площадку не попадает 2-1 ведет Алибек 2-1 ведет Алибек В очередной раз отметим тот факт, что судейство не безупречно Не безупречно судейство Ну и, как мне кажется, что Нужно взять на заметку всем организаторам турнира Что судейство должно быть более четко Если судья на вышке и не справляется, то нужно отставить лимину Потому что Ну, наши девушки показывают теннис высочайшего уровня И при этом какие-то судейские ошибки Причем она ляпа откровенная Но это просто недопустимо 2-1 Алибек Проходит первая подача Проходит первая подача Алибека Это то, что ему необходимо То, что подводил его в первом сете Алибек может быть во втором Словацкий спортсмен делает все правильно Только нужно еще попадать в площадку Но понятно, что он подсел Физические кондиции уже подсели Он уже стоит на прямых ногах А на этой технике он уже не попадает Да, словацкий спортсмен колотит себя рукой под бедром Умнички бедра Но Такое ощущение, что уже, собственно говоря Ноги подсели и восстановиться несложно Ему сейчас нужно бы Попробовать вернуться вновь Вот 5-30-15 На подачу Алибека Субтитры добавил DimaTorzok Очередная ошибка словацкого спортсмена не позволяет говорить о том, что он сможет оказывать в дальнейшем какое-то сопротивление. Ноги встали и в этой точке можно сказать, что Алибек перехватывает инициативу, и несмотря на то, что у него не идет первая мяч, он уже чувствует себя более свободно, понимает, что словацкий спортсмен. Нет, работает. Работает очко, словацкий спортсмен. Вот ему сейчас нужно подвибиться, для того, чтобы проснуться, ему нужно подвибиться. Ну, как-то поздно, поздно. Нужно играть понадежнее было. Алибек допускает очередную ошибку ровно. Получается, что сейчас идет какой-то переломный момент. В матче такой интересный. Вроде бы взял Алибеку 40-15. И в то же время вот уже две ошибки. Ровно. Словацкий спортсмен смягчил. И тут же получил от Алибека в один удар. Гейм Алибек. И он ведет 3-1 во втором, в третьем сете. 3-1 Алибек ведет в третьем сете. Не проходит первый мяч. Но характеристикой вернулся ли словацкий спортсмен в мяч. Характеристикой будет его игра со спортом. Не успевает, не успевает, не успевает спортсмен. Это вот как раз та история о том, что стоят ноги. О том, что стоят ноги. О том, что стоят ноги. На подачу словацкого спортсмена. Вот то, что нужно было делать словацкому спортсмену, начиная с... Начинаем прямо с самого начала игры. Правильно я заиграл Алибек по месту, но, к сожалению, не ошибся. На втором порте до это время начинается матч. Алибек по месту. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Нужно играть было с воздуха, нужно было играть с воздуха, с такой дистанцией нужно играть с воздуха. К сожалению, просто спортсмены не делали. Итак, мы переходим на корт номер 2. Время 10 часов 58 минут, 23 марта 2016 года, среда, четвертьфинальные матчи в одиночном разряде. Встречается Влада Петровская, Россия, воспитанница Хенкинской теннисной академии Александра Островского, и Софи Бридж, Белоруссия. 1-1. В первом сете 30-0 идет Влада Петровская. 1-1. АПЛОДИСМЕНТЫ 1-2. 1-2. 2-3. 1-3. 1-3. 1-3. 1-3. 2-3. 2-3. 2-3. 1-3. 1-3. 1-3. 1-3. Смахи показывают схожую технику в выполнении ударов с задней ноги. Это такие мощные плосковатые удары, практически без вращения, что создаёт очень приличную скорость при полёте мяча. Вопрос при этом, как контролировать. На первом корте «Алибек» подаёт при счёте 4-1 во втором суте и идёт 40-0. Не справляется Влада с ударом в сопернице. И так устраиваемую ошибку. Меньше. Гейм берёт «Алибек» Кочмазов, ведёт 5-1 в третьем сете. Вполне закономерно. И Словацкий спортсмен сейчас будет подавать на то, чтобы остаться. Петровская делает очередную ошибку соцпука. Это вот плосковатые удары, которые не попадают в площадку. Вернёмся на первый корт. Подаёт Словацкий спортсмен. 0.15 на подаче. 1.5 в третьем сете. 1.5 в третьем сете. По 15 в третьем сете. По 15 в гейме третьего сета. По 15 в necessалючи. По 15 в третьем сете. По 15 квотом. Вот блок,ống amor! Очередная ошибка Словацкого спортсмена. Очередная ошибка Словацкого спортсмена. 15.30 на его подачу. Плазковатая и грамотная игра Алибека приносит ему очко. Словацкий спортсмен выполняет качественную подачу. Ровно. Словацкого спортсмена. Вновь ушибается Словацкий спортсмен. Ровно. Хорошо сыграл Словацкий спортсмен. Почувствует ситуацию. Его задача стереться на высокой уровне концентрации. Для того чтобы... Сложно делать. Внимание прыгает. И он в принципе допускает определенная ошибка. Допускает двойную ошибку. Ровно. Внимание. Алибек грамотно защищался, при этом атаковал матчбол, качмазу. Не проходит первый мяч. Словакский спортсмен тем менее демонстрирует самообладание и отыгрывает второй матчбол. Мяч был на линии, зацепил. В общем, достаточно медленный был полет, полмяча было на линии. Алибек ошибается со вскока. И 2,5. Алибек. 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 Субтитры сделал DimaTorzok